Девушки отдыхают Вечная война для несчастных Большинство несчастных из групп армий Север не вернутся в Германию Непосильные требования самого жестокого из полей сражений Второй мировой войны сделают своей жертвой целую группу армий Вечная война для несчастных Выжженная земля Группа армий Север В конце 1940 года Адольф Митлер объявил в Генштабе, что его новая цель – заболевание Советского Союза Стратегия наступления – удар трех групп армий общей численностью 3,5 миллиона человек Немецкая стратегия предполагала три параллельных наступления На севере – на Ленинград, в центре – на Москву, на юге – на Одессу и Черное море Группа армий Север составляла северное крыло немецкого наступления на Советский Союз В июне 1941 года, накануне нападения, группой армий Север командовал генерал-фельдмаршал Риттер фон Риттер Поддержку с воздуха осуществлял первый воздушный флот под командованием генерала Келлера Самолеты первого воздушного флота стали ударной силой внезапного нападения 22 июня Поддержка на море осуществлялась группой Север Под командованием генерала-адмирала Карлса На этих кадрах он планирует действия со своими подчиненными Рассказывает историк Стивен Уолш Риттер фон Лейб командовал успешными действиями группы армий Север в 1940 году во Франции Его поддерживали лучшие командиры немецкой армии Рассказывает профессор Джон Эриксон Война на Западе, давай опыт, но уровень командования, то, как они действовали, демонстрирует прежде всего потрясающий успех группы армий Север Успех, достигнутый всего за 48 часов Танки просто разорвали Советский фронт Для масштабного наступления на Советский Союз группа армий Север располагала военнослужащим в количестве 800 тысяч человек Они составляют 3 бронетанковые дивизии, 3 дивизии мотопехоты, 20 пехотных дивизий и 3 полицейские дивизии Группа армий Север вовсе не была бронированным кулаком, как принято считать 80% солдат шли в бой пешком, как во времена Наполеона веком раньше Механизированная эпоха еще не началась Группе армий Север требовалось 200 тысяч лошадей, чтобы тащить орудия и прочую технику В группе армий Север насчитывалось 1200 орудий Что касается танков и авиации, их было меньше, чем в группах армий Север и Юг Но тем не менее, танков насчитывалось 600, а самолетов 430 Да, группа армий Север технически была оснащена хуже группы армий Север и Юг Скажем так, моторов у них было меньше Но по достигнутым результатам в конце июля группа армий Север значительно опережала группы армий Север и Юг Это можно объяснить более высоким уровнем подготовки Кроме того, площади, которые предполагалось захватить немецким войскам, были меньше, чем у групп Центр и особенно Юг Группе армий Север противостоял Северо-Западный фронт генерала Кузнецова Теоретически у русских было больше солдат, а также танков, орудий и самолетов На практике Красную армию раздирали внутренние конфликты, и она была совершенно не готова к войне Большая часть советской техники была устаревшей или неисправной В итоге, в первых боях реального противостояния не было На ранних стадиях кампании, пикирующие бомбардировщики «Йонкерс-87» Кэрро Воздушного флота Стали главной ударной силой в боях против советской армии Первые наступательные операции развивались по классической схеме Блицкрига Нападение без объявлений войны и быстрые атаки должны были дезориентировать противника и подавить его Войска группы армий «Север» пошли в Прибалтику Латвия и Эстония удалось захватить очень быстро Жители Вига радостно приветствовали приход немцев Эстонское население видело немецких солдатных освободителей Значительная часть кампаний на море составляла подавление действий противника Были установлены тысячи мин, даже несмотря на растущее сопротивление Корабли флота «Адмирала Карлса» продолжали действовать, несмотря на активные атаки советских самолетов На земле танковые части 4-й группы обеспечили необходимую поддержку группы армий «Север» в движении по советским территориям Имеющиеся танки не играли важную роль, но даже с ними наступление июня и июля заглохло у линии Сталина Где сопротивление советских войск становилось все более упорным Это был август и начало сентября Как и все немецкие операции в Советском Союзе в начале войны То, что выполнялось по плану, не дотягивало до того, что следовало бы выполнить Это понимали солдаты, офицеры и командующие Чтобы продолжать действия, требовалось превышение реальных возможностей Ресурсов не хватало В связи с упорными боями за линию Сталина 4-я танковая группа была выведена из состава группы армий «Север» осенью 1941 года Теперь ее задачей была поддержка группы армий «Центр» в операции «Тайфун», решающем броске на Москву Ни одна группа армий не могла лишаться танков, да и вообще любой силы Ни те были условия на Восточном фронте Перевод 4-й танковой группы стал тяжелым ударом для группы армий «Север» На начальном этапе, летом и осенью 1941 года Вплоть до декабря, это было не так ощутимо А вот в 1942 году стало определяющим фактором Слишком просто предположить, что переброска танков 4-й группы в «Центр» В сентябре 1941 года помешало группе армий «Север» захватить стратегическую цель «Ленинград» Была масса прочих сложностей, территория и вообще захватить большой, хорошо укрепленный город, каким являлся «Ленинград» Невероятно сложно Не факт, что наличие танковой группы обеспечило бы захват города Но то, что ее забрали, реально ослабило группировку Теперь ей придавалось лишь второстепенное значение Цель захвата «Ленинграда» и отсечения значительных объемов территории становилась как бы маловажной Быстрое продвижение вперед было уже неактуально Переброска 4-й танковой группы — это было только начало Теперь становилось ясно, что группа армий «Север» отходит на последнее место среди трех немецких групп армий Вскоре выяснилось, что ни на какие серьезные подкрепления можно не рассчитывать Теперь группе придется сражаться, не располагая почти никакими резервами Казалось, что решающие сражения на Восточном фронте будут происходить в других местах Проще говоря, группа армий «Север» уже не соответствовала предъявляемым ей задачам Это видно из многих примеров Действовала она грамотно Командование было на высоте Задачи, поставленные Гитлером, были выполнены Захват прибалтийских республик, прорыв к Ленинграду Использование прибалтики в качестве базы для дальнейших действий на советской территории Тогда, осенью 1941 года, группа армий «Север» была значительно ослаблена из-за того, что Гитлер пытался сделать главной стратегической целью Украину И, конечно же, Москву Из трех направлений это было самым обделенным ресурсом для решения своей стратегической задачи Захвата Ленинграда Вина Гитлера и верховного командования в том, что они не обеспечили достаточные ресурсы группе армий «Север» для достижения ее стратегической цели На Севере, битва за линию Сталина стала настоящим кошмаром Потери достигали показателей Первой мировой войны После ожесточенных боев, в которых особенно отличилась полицейская дивизия СС Линия Сталина была прорвана В конце августа, группа армий «Север» снова начала наступление Единственной серьезной проблемой для немцев стало появление новых советских танков Среднего Т-34 и тяжелого КВ-1 Обе машины превосходили все немецкие образцы и были неуязвимы для противотанковых орудий Генерал Эрхард Ваус, воевавший в составе группы «Север» оставил описание первого столкновения с новыми советскими танками Внезапно они появились Вражеские танки в составе батальона Раньше мы ничего подобного не встречали Один просто проехался по позиции механизированного полка и ворвался на артиллерийскую батарею Снаряды всех орудий, кроме 88-мм, просто отскакивали от его толстой брони Сто немецких танков не могли противостоять двадцати советским дредноутам и понесли потери Несколько чешских Т-36 с поломками были просто раздавлены вражескими чудовищами Также судьба ожидала батарею 150-мм гаубиц, которые вели огонь на последнего Несмотря на ряд попаданий почти в упор, примерно с двухсот метров Их снаряды не вывели из строя ни одного танка Положение было критическим Только 88-мм зенитки сужили подбить несколько советских КВ-1 Остальные отошли в лес Вермахт могло радовать лишь одно Новых танков было слишком мало Подготовка экипажей была плохой Они были рассредоточены Поэтому, преодолев сопротивление, группа Север снова устремилась к Ленинграду За первые два месяца плана Барбаросса, то есть за июнь и июнь 1941 года Группа армий Север добилась лучших результатов, чем группы армий Центр и Юг Группа армий Центр добилась выдающихся успехов, но не решила задачу окончательно Противостоящие ей соединения не были разбиты, они были рассеяны или отступили Группа армий Север была единственной выполнившей все директивы Верховного командования Советский Северо-Западный фронт был разбит Две армии уничтожены Части группы армий Север вышли к пригородам Ленинграда И это значительное достижение Поражение Северо-Западного фронта Стало настоящей катастрофой для Красной Армии Сталин был почти сломлен Отчаяние было вызвано мощными ударами Эффективностью действий группы армий Север против советских войск В начале сентября все висело на волоске Группа армий Север продвигалась к Ленинграду В плен было захвачено невероятно много советских солдат И значительное число оказалось в Орненбаумском котле на побережье Балтийского моря к западу от Ленинграда Орненбаумский котел это узкая полоса земли на которой стояли советские войска Группа армий Север так и не захватила ее Она так и оставалась колючкой в боку немцев Когда в июне 1941 года группа армий Север вторглась на советскую территорию она продвигалась очень быстро Советские части были разбиты или же отступали Однако один маленький плацдарм все же остался Остатки восьмой армии которая понесла очень тяжелые потери были отброшены в побережье Они оказались отрезанными в Орненбауме и держались там практически три года Плацдарм имел важное стратегическое значение Орненбаумский плацдарм помог советским войскам в обороне Кронштадта военно-морскую базу западней Ленинграда Теперь армейские плоские соединения удерживали обеспечивая Ленинграду хотя бы какое-то снабжение которое помогало выдержать блокаду и обеспечивая последовательность Ленинграда 4 сентября 1941 года старший лейтенант Данвец из 1-го танкового полка передал по радио что его часть вышла к Ленинграду другие части группы север пробивались к Шлиссельбургу восточной Ленинград немецкие части с фимскими союзниками севера наступление южнее города перерезало железнодорожную линию казалось что судьба Ленинграда и 30 советских дивизий решена однако вопреки ожиданиям группе армий север не было приказа начать штурм города после ряда ожесточенных боев на окраинах Гитлер принял неожиданное для него решение приступить к волгогребной осаде Ленинграда предполагалось что он сделал это под впечатляющим от успешного применения русскими зарядов заметного действия в Киеве решение Гитлера до сих пор является предметом споров есть два объяснения тому что группа армий север не получила приказа штурмовать Ленинград во первых Гитлер и верховное командование не обеспечивали ее достаточными для штурма резервами во вторых опыт действий шестой армии под Киевом в августе сентябре 1941 года убедил Гитлера что немецкие войска не должны участвовать в уличных боях на огромных территориях таких как Киев, Москва или Ленинград кстати именно это произойдет в ноябре 1942 года в Сталинграде но в 1941 году Гитлер был категорически против участия немецкой пехоты в кровопролитных уличных сражениях где она будет нести тяжелые потери подготовка солдат велась с учетом боев на открытой местности по началу ввиду подобной перспективы Гитлер просто отступил потом он решил что город должен быть окружен и взят из воров он капитулирует или будет уничтожен неудачным для обороняющихся было то что еще в самом начале ударом с воздуха были уничтожены главные продуктовые хранилища города в декабре 1941 года люди умирали прямо за рабочими столами 5 декабря согласно архивам в городе был зафиксирован первый случай каннибализма и после начала осады ленинграда на северном участке фронта образовалась довольно стабильная линия на правом фланге северного сектора находилась 16 армия где она ограничилась левым крылом группы армий центр 18 армия находилась на левом фланге севернее 16 формируя северную оконечность линии фронта группы армий север будет сражаться на северном фланге восточного фронта немецкой армии всю войну в целом со временем становилось ясно что несмотря даже на блокаду ленинграда для обоих противников война на северном фланге становилась второстепенной вскоре солдаты группы армий север и придумали название вечная война несчастного человека потери на восточном фронте были огромными группа армий север получила подкрепление в количестве 67 тысяч человек в то же время группа армий центр 131 тысячу а группа армий юг 119 тысяч когда встал вопрос о свежих дивизиях из тыла расклад получился еще более неблагоприятным из двух снятных дивизий выделенной командованием для восточного фронта только три были направлены в группу армий север и это было только начало неожиданным подспорьем стала серьезная поддержка военно-морских сил действующих на Балтике саланк упирался в Балтийское море и группа армий север стала единственной группой получающей помощь военного флота Германии немецкий флот сыграл определенную роль в советско-германской войне немецкие корабли установили на Балтике минные поля отрезав советский флот наступление вдоль побережья лишило Балтийский флот всех баз и он оказался просто заперт в Ленинграде в 1941-1942 годах у него была только одна задача вести огневую поддержку из корабельных орудий в том числе части 8 армии участвовали в эфибийных операциях по захвату островов на Балтике и без того растянутые силы получили серьезный удар В ходе войны нехватка подкреплений существенно ограничила стратегические возможности командования группы армий север имеющиеся дивизии постоянно перебратствовались чтобы удерживать протяженную линию фронта и одновременно вести осаду Ленинграда которая продолжалась почти 3 года в техническом понимании Ленинград действительно было сожжен немцы окружили город войдя на его окраины однако полностью Ленинград окружен не был прежде всего из-за действий финнов они не подошли вплотную к Ленинграду это один момент во вторых фельдмаршал Маннергейм ясно дал понять что он не будет участвовать в штурме города ни при каких обстоятельствах это было одно из условий на которых финны стали участвовать в войне Маннергейма волновали политические и военные условия у всего была определенная подоплека таким образом немецкие и финские войска не смогли отрезать Ленинград от остального мира русские подвозили снабжение по Ладожскому озеру северо-восточнее города с зимы 1942 года действовала железнодорожная линия до Тихвина соединяющая Ленинград с советской территорией составы обеспечили грузы для того чтобы жители города продолжали держаться впоследствии один из советских представителей на советско-финских мирных переговорах заявил русские не забыли того что финны сделали и того что они не сделали если бы не подошли и замкнули кольцом Ленинград ожидала бы смерть после войны из дневников 16 и 18 армии стало ясно что командующие намеренно запрещали отводить части с фронта для отдыха лучше было держать войска на узких секторах чем позволить верховному командованию бросить свежую дивизию на горящий участок фронта в центр или же на юг северный сектор считался второстепенным но при этом легкими боевые действия там никак и не были упорные бои на неосвоенной местности обширные болота и бездорожье материально-техническое обеспечение было очень сложным Группа армий Север и ее советские противники сражались в невероятно трудных условиях вообще восточный фронт был самым тяжелым но здесь местность и климатические условия имели свою специфику во-первых очень холодно во-вторых очень много болот и дорог явно не хватало снабжение и обеспечение были затруднены нельзя называть эту войну какой-то особой или отдельной но она велась в определенных условиях имевшие место сражения были крайне ожесточенными потери с советской стороны были огромными противостояние Красной Армии и группы армий Север оказалось крайне упорным лучше всего подходят слова ужасная трагедия вся атмосфера была проникнута этим это был какой-то отдельный мир в октябре 1941 года в ряде районов начали действовать партизаны спецификой советской системы был недостаток дорог или железнодорожных линий теперь некоторые были еще блокированы партизанами свободных для использования трасс стало еще меньше русская зима была кошмаром по всей длине фронта но группа армий Севера вносила самые экстремальные условия описывая действия жестокие морозы и метели трудно что-либо преувеличить там было по-настоящему холодно прослеживается некоторое сходство с погодой северной Норвегии боевые действия велись на холоде и снегу в операции олень полярный лис и черногорый лис немецкая двадцатая горнострелковая армия вместе с финскими союзниками должна была выйти на северные границы Советского Союза и перерезать железнодорожную линию из полярного порта Мурманск в глубь советской территории советская четырнадцатая армия с самого начала показала себя достойным и умелым противником в августе сорок первого года двадцатая горнострелковая армия понесла самые большие потери из всех немецких частей участвующих в операции Барбаросса а оставшаяся часть войны двадцатая горнострелковая армия была совершенно забыта верховным командованием она вела оппозиционную войну где противники следят друг за другом не начиная решающую операцию в дополнение к географическим и климатическим трудностям сила духа и упорство красной армии были чуть не меньше чем на других участках фронта Ленинград стал символом выносливости и страданий впрочем, реальных боевых действий хватало это были постоянные мелкие стычки вдоль линии осады на подсопах к Ленинграду в дополнение к позиционной изматывающей борьбе вокруг Ленинграда были ожесточенные бои в районе Демьянска в секторе 16-й армии с 41-го по 43-й годы в начале 43-го года Демьянский выступ стал сжиматься образовав грибообразное вторжение в советскую оборону под давлением советских войск даже Гитлер был вынужден отказаться от своей установки и не отступать Демьянский выступ был ликвидирован мастерски спланированной операцией 80 тысяч немецких солдат ускользнули от реальной угрозы гибели или плена Демьянск был самым длительным окружением немецких войск в ходе войны он отличался одной просто уникальной особенностью немецкие окруженные части должны были получать снабжение по земле это оказывалось невозможным и оставался только один вариант по воздуху Геринг и Люфтваффе заявили что организуют снабжение по воздуху и это было реально сделано в 1923 году войска вышли через коридор который пробили сами Демьянский котел был спасен что является важным командование и Люфтваффе сделали возможным снабжение по воздуху в отличие от ситуации под Сталинградом Шестая армия Паулюса не прорвала кольцо окружения пока еще была в состоянии сделать это потому что Гитлер был уверен что Шестую армию можно снабжать окружение силами Люфтваффе и он всегда приводил в премьер Демьянск как удачное подтверждение однако ситуация в Демьянском котле была совершенно другой во-первых, другие масштабы всего 50 тысяч человек в котле другое соотношение сил и стратегическая ситуация также была другой в Сталинграде решалась судьба цены армии ее окружение и уничтожение были крайне важной задачей несмотря на блестящие победы группа армий Север так и не сомкнула кольцо вокруг Ленинграда командование продолжало отбирать силы у группы армий Север отправляя так нужные дивизии на другие участки фронта результатом подобных действий стал успех мощного советского наступления в январе 1944 года сопротивление группы армий Север было сломлено блокада была ликвидирована снятие блокады Ленинграда в 1944 году вынудило группу армий Север отступить на другие бронительные позиции отдельные фортификационные сооружения сформировали линию Пантера линия Пантера представляла собой ряд укреплений на обширной территории вдалеке Двина до Чудского озера и города Нарва на Балтийском побережье Эстонии существовало мнение что укрывшись за укреплениями и заняв оборонительной позиции немецкие войска получат долгожданный отдых будут приведены в порядок танки и самолеты вновь сформированные части вернутся на фронт в состоянии полной боеготовности в итоге линия Пантеры была укреплена лишь частично и занявших оборону немецких соединений явно не хватало хотя в ряде районов местность была достаточно укреплена солдат хватало в их распоряжении была техника танки и авиации и они представляли собой серьезную угрозу для наступающей Красной Армии таким образом можно было предположить что в целом оборона будет упорной и советские части ожидают массы трудностей а вот в последний директор все время с паузом и пантера была только временным решением проблем которые ожидали группу армии с паузом Север. Уничтожение соседней группы армий «Центр» в июне 1944 года образовало огромную брешь немецкой обороны. Правый фланг группы «Север» оказался уязвим для советского наступления. Снова пришлось отступать. Они будут отступать, соблюдая порядки до самой Германии, и выдержав ряд ожесточенных оборонительных сражений. Самым значительным из них стало оборону «Нарва» в 1944 году. «Нарва» играет важную роль в русской истории, не только в советско-германской войне. Именно там произошло решающее сражение армии Петра I со шведами. «Нарва» — ворота в Эстонии, поэтому этот город имел важнейшее стратегическое значение. Немцы с самого начала удерживали «Нарву». Там находилось 12 дивизий, выделенных в особую группу. Сражение за «Нарву» было крайне ожесточенным. От него зависело положение немецких войск при Балтийских республиках, Эстонии и Латвии. Одновременно 218-й и 58-й немецкие дивизии сдерживали наступательные действия Ленинградского фронта под командованием генерала Говарова в январе, феврале и марте 1944 года. Бои были кровопролитными и упорными. Там сложно выделить изощренные тактические маневры. Немецкие дивизии и добровольческие подразделения СС были спасены от разгрома сильнейшим половодьем в конце марта 1944 года. Были затоплены огромные территории. Минимальная глубина воды на площадях около 300 квадратных километров составляла 30 сантиметров. Свидетельств немецких солдат указывают на то, что советские танки по башню засасывали грязь. Невероятное упорство группы Нарва в обороне, созданной из весьма ограниченных ресурсов группы армий Север, представляет собой впечатляющий пример импровизации на фоллибуле. Эта оборона не уступала аналогичным действиям немецкой армии в других районах. Основой обороны под Нарвой стал 3-й танковый корпус СС. В него входила опытная полицейская дивизия и недавно сформированная дивизия «Викинг», составлена из добровольцев разных национальностей. К октябрю 1944 года ситуация под Нарвой стала безнадежной. В отличие от многих малочейственных гарнизонов, которые Гитлер удерживал на месте бессмысленным приказом не отступать, группа Нарва сумела отойти. Теперь отступление стало единственным действием. Группа армий отходила через Кибалтийские республики в Германию. Но группа армий Север туда не дойдет. Красная армия наступала на Берлин. Группа армий Север оказалась отрезанной на Курлянском полуострове в Латвии. Там потрепанные остатки группы отражали натиск Красной армии 6 долгих месяцев. С октября 1944 года по май 45-го они находились в осаде. В январе 1945 года остатки двух армий с 1941 года носившие название группы армий Север были переименованы в группу армий Курляндия. Группой армий Север стали сборные остатки потрепанных частей с регулярно менявшимся командованием. Дух группы армий Север остался позади, в Курляндии. Остатки частей отдельной дивизии, загнанной на Курлянский полуостров, были полностью блокированы. Они не могли ничего сделать, не могли на что-либо повлиять, скажем, на операции в Восточной Пруссии. Поведение Гитлера в этой ситуации является совершенно безответственным и крайне дальновидным. Значительные силы, которые могли внести серьезный вклад в оборону Германии, не были доставлены туда, они были отрезаны. Советское командование приняло вполне разумное решение. Мы разберемся с ними о том, что и было сделано. Несмотря ни на что, на превосходство советских армий, оставшиеся части 16-й и 18-й армий, получившие название группы армий Курлянди, не собирались сдаваться. Бои за Курлянский полуостров отличались невероятным упорством. Их нельзя сравнить с характерными для других фронтов масштабными действиями и защеренными маневрами и операциями. В Курляндии, отрезанные от основных сил немецкие части, медленно и очень упорно отступали, в ожидании решающего удара Красной Армии. До самого конца их поддерживали корабли немецкого флота, которые смогли эвакуировать в Германию несколько дивизий. Они также удалялись доставлять столь нужные подкрепления. Немецкий флот сыграл очень важную роль в этих действиях. Когда советская армия начала наступление в Восточной Пруссии вдоль побережья Прибалтики, немецкому флоту приходилось сдерживать действия советского флота. Но, что еще важнее, перед ними ставила задача эвакуировать как можно больше военнослужащих, а также мирных жителей, попавших на полуостров вдоль побережья на территорию Германии. Последний этап войны демонстрирует полную отдачу немецкого флота перед лицом неизбежной катастрофы. Роль флота была решающей, когда немецкие части продолжали вести казавшиеся бессмысленными бои за Курлянский полуостров. С точки зрения армии, он не имел никакого значения. С конца 1944 года ряд немецких командующих постоянно требовал от Гитлера сдать полуостров, эвакуировать оттуда 26 немецких дивизий, которые можно было бы бросить на важные участки обороны самой Германии, а, например, в ту же Восточную Пруссию. С другой стороны, немецкий флот использовал Балтийское море в ходе всей войны в качестве полигона для подготовки командиров подводных лодок. На этой стадии войны флотом командовал Денис, которого считают убежденным нацистом. Для него было очень важно сохранить Данцик и его бухту, и Балтийское море. К тому подводники могли готовиться к действиям на принципиально новых подводных лодках 21-й серии, которые разрабатывались в конце войны. Это объясняет столь ожесточенное упорство в сражении за Курлянский полуостров. В итоге, военно-морской флот, ради которого велось сражение, который вел снабжение немецких частей в ходе этих боев, был вынужден эвакуировать войска и оставить Курлянский полуостров русским, так и не достигнув стратегической цели. Остатки самой группы армий Север сохраняли боевую еду и упорно сражались до полной капитуляции 8 мая 1945 года, почти 4 года с тех пор, как они вошли на советскую территорию. В тот день 203 тысячи немецких солдат начали долгий путь в советский плен. Многие уже не вернутся, а остальные будут находиться на тяжелых работах вплоть до 1955 года. Очень дорогая цена за упорную оборону. Из трех огромных групп армий, отправленных Гитлером против Советского Союза, группа армий Север в наибольшей мере справилась с поставленными задачами. Несмотря на то, что кампания не завершилась для них поражением, солдаты группы армий Север сохранили боеспособность, а некоторые части сумели все 4 года остаться в составе одной и той же группы армий. Армий Север Me Продолжение следует... 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 Группа армий «Центр» количественно превосходила две другие группы. В нее входило 50 дивизий, в группу «Юг-39», а в группу «Север» всего 29. Она могла выставить 910 самолетов группы «Юг-684» и 434 группы армий «Север». Две танковые группы в составе соединения фон «Бока» насчитывали львиную долю танков, подготовленных для вторжения. 1700 машин было у фон «Бока», 1000 у фон «Рунстат» на юге и 650 у ритера фон «Лейбан» на севере. Поддержку группы армий «Центр» осуществляли 3000 артиллерийских орудий. Что ж, группа армий «Центр» обслуживалась по высшему разряду. Неудивительно, она считалась ключевым игроком, и она играла ключевую роль вплоть до 1944 года. В 1941 году успех группы армий «Центр» был решающим для успеха компании в целом. Если бы она добилась поставленной цели, а цель была почти достигнута, то еще в 1941 году война на Востоке могла быть выиграна Гитлером. Группа армий «Центр» была нацелена в самое сердце советского государства. Красной армии приходилось оказывать невероятно упорное сопротивление, чтобы не получить смертельную рану. Русские пытались отвести этот прицельный удар, и избежать противостояния было невозможно. Группа армий «Центр» всегда оказывалась перед советскими войсками. Следует сказать, что основой советско-германской войны является постоянная попытка уничтожить группу армий «Центр». Советские части пытались действовать через фланги, на севере и на юге, но их целью оставалась группа армий «Центр». Для Верховного командования в лице гейерала Гальдера группа армий «Центр» представляла важнейшее стратегическое значение. Она должна была нанести решающий удар по Советскому Союзу и обеспечить победу в целом. Таким образом, группа армий «Центр» становилась приоритетной во всех отношениях, и ей предстояло обеспечить выполнение стратегической цели – нанести решающий удар по Москве. Оценивая транспортную систему, железнодорожную сеть, значение Москвы в целом, политическое, экономическое, Гальдер считал, что Красная Армия будет вынуждена оборонить Москву, отвечая на стратегические инициативы группы армий «Центр». Там она проиграет сражения, группа армий «Центр» оккупирует Москву и не даст русским организовать полноценные действия оставшихся сил. У них уже не будет шанса победить немцев. В начале кампании казалось, что группа армий «Центр» выполнит свою стратегическую задачу. План «Барбаросса» обрушился на неожидавшее нападение советской армии в воскресенье 22 июня 1941 года. В первые дни кампании танковые группы «Гота» и «Гудеряна» завершили масштабное окружение, потерявших руководство советских частей под Белостоком. Они устремились дальше, на Минск. Советская команда не была парализована. На большинстве участков фронта царил хаос. В ходе прифронтовых боев лишь в одном месте было оказано серьезное сопротивление. Гарнизон Брестской крепости сражался еще 8 дней после того, как фронт ушел дальше на восток к очередной цели. Только после применения сил целой дивизии и штук с бомбами весом 1800 килограмм цитадель была захвачена немцами. 7 тысяч защитников крепости попали в Кулен, жестокие условия которого пережили немногие. Немецкая хроника демонстрирует сдачу гарнизона Брестской крепости к группе армий «Центр». Советское руководство и командование были уверены, что между объявлением войны и началом военных действий будет промежуток времени. Что на границе будут вестись упорные бои. И что после первого удара Красная Армия перейдет в наступление и сможет разгромить врага. Никакого объявления войны и ультиматума не было. Нападение оказалось тактически внезапным. Это правда. Обсуждая боевые действия в июне 1941 года и состояние Красной Армии, противостоящей немецким войскам, группе армий «Центр» в частности, нельзя забывать о чистках, устроенных Сталином в армии с 1936 по 1938 годы. Сталин обезглавил офицерский корпус Красной Армии. Две трети офицерского состава было уничтожено или отправлено в лагеря. Та же треть, что осталась, в целом была уже не способна к проявлению инициативы. Даже если эта инициатива и поощрялась. Красная Армия не была слабой, но благодаря многим и многим обстоятельствам, она не могла ответить в равной степени. Красная Армия была многочисленной. На вооружении было, как правило, устаревшим. Прежде всего это касается танков и самолетов. Что касается средств связи, то ситуация была просто удручающей. Необходимого для боевых действий оснащения просто не было. А сражаться с немецкими войсками иначе было очень сложно. Это сразу же сказалось на ходе операции. Итак, руководство занятые позиции оснащения танки, самолеты и связь. По всем этим параметрам советские войска, противостоящие группе армий «Центр», не могли сравниться с противником. После успеха под Минском, части группы «Центр» устремились на Смоленск, где на подходах к городу была захвачена очередная огромная партия военнопленных. Несмотря на все понесенные пронения и компотери, немцы были вынуждены констатировать, что сопротивление усилилось. Компания прогрессовала. Компания «Центр» Они проутюжили позиции 7-й пехотной дивизии, вышли к артиллерийской батареи и просто передавили орудиям. Боевой дух немецких пехотинцев изрядно пострадал. Так начался танковый террор. В 1941 году с Т-34 не могло справиться ни одно противотанковое орудие. Тогда на вооружении у немецкой пехоты находились 37-мм и 50-мм противотанковые орудия. Они ничего не могли сделать с Т-34. Требовалось орудие калибра минимум 75 мм, но его еще требовалось сконструировать и построить. Тем временем, только 88-мм зенитное орудие могло пробивать броню Т-34. И оно сразу же попало в совершенно другие условия. К концу июля общей потери группы армий-центр насчитывали 74 тысячи военнослужащих. Подкрепление же насчитывали всего 23 тысячи. Для одного месяца кампании, которая продлится 4 года, это огромные цифры. Быстрое наступление июня и июля замедлилось в августе и сентябре. Признаков ослабления сопротивления русских и не было. В начале июля 1941 года уже стало ясно, что план Барбаросса в своей первоначальной форме провалился. Советские армии уничтожить не удалось. Да, они терпели поражения, несли тяжелые потери, но уничтожить их полностью не получилось. И несмотря на явные успехи, группа армий-центр не смогла сходу захватить Москву. И еще Гитлер решил нести изменения в общий стратегический план. Он перебросил танковую группу генерала Гудериана на юг, помощь сражающимся там немецким войскам, вместо того, чтобы сконцентрировать силу для решающего удара на Москву. Последствия этого решения оказались очень тяжелыми, но тогда Гитлер об этом не задумывался. В немецкой хронике танки Гудериана рвутся вглубь в советской территории. Они внесут свой вклад во впечатляющую победу, когда, объединившись с танковой группой фон Клейста на юге, выполнят масштабное окружение советских войск с захватом в плен огромного количества солдат противника. Вы видите встречу группы Гудериана, чьи машины помечены буквой Г и Клейста с группой К. Гудериан был самым способным немецким теоретиком танковой войны в 30-е годы. В 1939 году он действовал в Польше. В 1940 он зарекомендовал себя одним из лучших немецких боевых командиров. Он командовал 19-м танковым корпусом. В мае 1940 года корпус форсировал реку Маас под седаном. Однако при этом он обладал на редкость пыльчивым и тяжелым характером, что изрядно затрудняло его отношения с другими командующими. Гудериан был одним из создателей стратегии милиции Калида. Поэтому его не обманывало огромное число пленных, захваченных под Кейвом. Он знал, что суть Блитцкрига сконцентрирована в ударе по одной цели. Этой целью могла быть только Москва. Он не боялся доносить свои взгляды до фюрера. И последовал гневный ответ. Так были посеяны первые семена неприязни, которые привела к смещению Гудериана в декабре 1941 года. Была проблема, цель не была определена. Например, стоял вопрос о Ленинграде. Кроме того, Гитлер все никак не мог решить, какая цель будет наиболее впечатляющей. Ответом был, разумеется, юг, Украина, и, может быть, еще дальше. Думаю, что происходила определенная полемика по поводу смены цели плана Барбаросса. Существовали разногласия по поводу стратегической цели плана Барбаросса. Прежде всего, между Адольфом Гитлером и начальником генерального штаба генералом Францем Гальдером. Гитлер, Гальдер и Верховное командование в целом считали, что это война за жизненное пространство, война на уничтожение, которая должна быть выиграна как можно скорее. Но и не могли найти согласие в определении главной цели наступления. Гальдер считал, что это должна быть Москва. Гитлера теперь интересовали сельскохозяйственные и промышленные ресурсы Юга, при этом он постоянно думал о Ленинграде. Гальдер и Верховная команда не настаивали на том, что это должна быть Москва. Во многих отношениях, судя по директивам Барбаросса, командующие танковыми группами, тот же Гудерян, не импровизировали, но они интерпретировали планы в определенном направлении. Позднее, новый командующий группы армий Центр счел, что за это они должны быть смещены. Несмотря на растущие потери в живой силе и технике, и ожесточенное сопротивление Красной Армии, группа армий Центр продвигалась вглубь советской территории, но цель по-прежнему скользала от них. В итоге, в октябре было готово все для решающего броска на Москву. Операция Тайфун. В ноябре начальник генштаба создал совещание с участием начальников штабов всех трех групп, а также всех армий, воюющих на Восточном фронте. Она проходила в Орше. Командующим пристало решить, занять ли немецким войскам оборона по всему фронту и перейти в масштабное наступление уже весной, или же все три группы армий должны продолжать наступление зимой. Что касается группы армий Центр, перспективы были следующими. С одной стороны, возможность захватить Каремель, с другой, насколько войска способны нанести завершающий удар, учитывая их ослабленное состояние. После совещания началось детальное обсуждение вопроса с полевыми командирами. Фельдмаршал фон Клюге регулярно выезжал на передовую к своим солдатам. Он мог составить реальное представление об их возможностях и настроении. Мнения в целом разделились, но было принято решение сделать одну последнюю попытку, нанести последний решающий удар по Москве. Было немало масштабных сражений, которые могут претендовать на то, чтобы считаться поворотными пунктами Второй мировой войны. Операция Тайфун — одна из первых в списке. Вторая танковая группа Гудериана вернулась с южного направления. Теперь группа армий «Центр» собрала максимум сил для последнего штурма Москвы. И эта попытка почти удалась, несмотря на все противоборствующие факторы. Наступление началось в ужасной грязи дождливой осени, распутиться, которая сменила самая морозная зима за последние сто лет. Несмотря на все препятствия и упорное сопротивление Красной Армии, группа армий «Центр» продолжала ползти к сталинской столице. К началу декабря немецкие войска вышли к окраинам Москвы. Они были всего в 25 километрах от Кремля. В бинокле они видели звезды на его башнях. 25 километров или 2500, без разницы. Вермахт достиг самой дальней точки своего наступления. Солдаты и техника были на грани. Огромные потери в боях сломили боевой дух войск. Небывалые морозы также стали причиной гибели тысяч солдат по всему фронту. Все было закончено. Оборонительное кольцо вокруг Москвы оказалось не по зубам, а слабленным частям группы армий «Центр». Операция «Тайфун» провалилась. Значение операции «Тайфун» трудно переоценить. Он стал вершиной плана «Барбаросса». Было-то принято решение наступать на Москву. Он стал поворотным пунктом действия на Восточном фронте. Проблема состоялась в том, что штурм Москвы начался слишком поздно. Погодные условия были крайне тяжелыми. Снабжение было явно недостаточным. Операция «Тайфун» является показательной с точки зрения стратегических обстоятельств советско-германской войны на первом этапе. Но не думаю, что она является поворотным пунктом всей войны. Тем не менее, провал операции «Тайфун» должен быть верно оценен. Проще говоря, она оказалась стратегическим провалом для нацистской Германии. Он сказался на плане «Барбаросса» в целом. Уничтожение Красной Армии не состоялось. Во многих отношениях провал операции «Тайфун» сказался на стратегическом положении Великобритании. Оно целиком и полностью изменилось. А в октябре 1941 года Советский Союз находился на грани поражения. Британия могла оказаться в той же ситуации, что и в июне 1940 года после падения Франции. Битва за Британию отдалила поражение, но перспективы победить также не было. Благодаря поражению немцев под Москвой ситуация полностью изменилась. Также в декабре 1941 года, буквально через несколько дней после провала «Тайфуна», в войну вступают США на стороне Советского Союза и Великобритании. Теперь война станет совершенно другой. 5 декабря 1941 года мощный контурдар советских армии под командованием генерала Жукова прорвал немецкую оборону. Началось долгое отступление. Гитлер среагировал следующим образом. Впал в ярость и лично возглавил группу армий «Центр» 19 декабря. И тут же издал приказ «Не отступать». Каждый должен сражаться до последнего. Удивительно, но группа армий «Центр» нашла силы сдержать советское наступление. Практически на позиции, которые немцы занимали в октябре. Некоторые считают, что Гитлер спас группу армий «Центр», своим приказом не сдаваться. Дебаты продолжаются до сих пор. А если бы не был получен приказ «Не отступать», вполне возможно, что группа армий «Центр» была бы раздроблена. Впервые вермахт потерпел поражение. Кроме того, ситуация, в которой проходило советское наступление, «Оно разрезало оборону на куски». Без приказа стоять насмерть. Многие части группы армий «Центр» были бы отрезаны, уничтожены. Приказ Гитлера немецким войскам не отступать и оказывать упорное сопротивление сам по себе не мог сохранить группу армий «Центр». Что он реально сделал, так это поддержало веру обычного немецкого солдата в способности Адольфа Гитлера, в то время как вера солдата в своих командующих постепенно пропадала. Реальные причины сохранения группы армий «Центр», да и других соединений, в основном лежат в ошибках советского командования, прежде всего амбиции их Сталина. Теперь настала очередь Сталина совершить принципиальную ошибку. Сталин приказал начать наступление, которое 7 января разбилось о немецкую оборону. На этот раз повторений декабрьских успехов не было. Вопреки рекомендациям советского командующего генерала Жукова к 20 декабря 1941 года Сталин расширил цели наступления окружения и уничтожения группы армий «Центр». Жуков и его коллеги считали, что целью наступления может быть только отход группы армий «Центр». Они понимали, что войскам пока не хватает оснащения, мобильности и опыта, чтобы выполнить более масштабные задачи. В итоге группа армий «Центр» отступила на исходные позиции. Ее положение стало более выгодным. «Корастной армии» не удалось захватить ни одного стратегически важного объекта. Баи были ожесточенными. Советские войска подходили к пределу своих возможностей. Брянск, Орел и Курск остались в руках и немцев. И снова в «Центре» восстановилось равновесие. Началась летняя кампания с 1942 года, и мир затаил дыхание. Все ожидали повторного наступления на Москву с принятием всей тяжести действий группы армий «Центр». Но все оказалось по-другому. Гитлер переиграл Сталина, полностью изменив весь ход кампании. Но вместо наступления на Москву, как рекомендовало командование, Гитлер перенес стратегическую инициативу на юг с целью захвата нефтяных месторождений Кавказа. Этот судьбоносный приказ привел к захвату Крыма и Сталинградской катастрофе. Почти весь 1942 год группа армий «Центр» играла вторичную роль, уступив первенство группе армии «Юг». Нельзя сказать, что в «Центре» стало спокойно. К восточному фронту такой термин вообще не применим. В самых тяжелых погодных условиях наступали короткие паузы, но зимой и летом бои снова разгорались. Война на Восточном фронте считается одной из самых жестоких в истории. В 1942 году группа армий «Центр» снова получила ключевую роль. Она удерживала целостность всего фронта. Первым и самым главным было ликвидировать последствия советского зимнего наступления. Не только на севере, но и в центре. Оно пробило глубокие бреши. как они пережили этот период. Основные действия в период с апреля по октябрь 1942 года вела группа армий «Юг». Для группы армий «Центр» это время было относительно спокойным. Она решала в основном тактические задачи, удерживая фронт и стабилизируя позиции. Линия фронта находилась 150-200 км к западу от Москвы. На юге разворачивались события, которые приведут к драматической разведке по Сталинградам. И у группы армий «Центр» были свои проблемы. Несмотря на драматизм масштаба Сталинградской битвы, основной целью русских по-прежнему было уничтожение группы армий «Центр». В ноябре 1942 года против группы армий «Центр» действовало больше советских частей, чем под Сталинградом. Сталинград все-таки оставался в стороне. Основной целью контрнаступления по-прежнему оставалась группа армий «Центр». Что интересно, если изучать архивы немецкой разведки того периода, генерал Гилен был совершенно прав, предвидя основной удар советской армии против группы армий «Центр». Битва за Сталинград развивалась своим чередом. Чтобы оценить обстановку в целом, нужно тщательно изучить советские стратегические цели в 1942 году. Чем был Сталинград? Наживкой или ловушкой? Сталинград был очень хорошим началом мощного удара по группе армий «Центр». Сталинград оттягивал силы немцев с центральной части фронта. С этой точки зрения Сталинград стал объектом манипуляции советской стратегии. армий «Центр» А летом и осень 1942 года вокруг Ржева развернулись ожесточенные бои. Группе армий «Центр» пришлось действовать активно, чтобы избежать катастрофы. Только бросив на фронт последние резервы, удалось сдержать советское наступление. Оружие взяли в руки повара, писари и даже почтальоны. В итоге они удержали фронт, но передышки им больше не представятся. Октябрьское затишье взорвалось в ноябре 1942 года. Советские войска, занявшие позиции к западу от Москвы начали операцию «Марс». Советские части начали массировать наступление в районе Великих Луг. Операция «Марс» началась в конце октября с участием двух советских фронтов, Западного и Калининского. Цель наступления окружить 9-ю немецкую армию на Ржевском выступе. Центром наступления его главной целью стал городок Великие Луги с населением около 80-и или 90-тысяч человек. Однако он был стратегически важным железнодорожным центром и занимал очень важную позицию на стыке правого фланга группы армий «Центр» и левого группы армий «Север». Сочление флангов двух армейских групп по определению является слабым звеном. В ходе долгих зимних месяцев 42-43-го годов в системе групп армий «Северный центр» предпринимались невероятные усилия с целью избежать катастрофы под Великими Луками. В декабре 1942 года Третья ударная армия под командованием генерал-полковника Галицкого окружила немецкий гарнизон Великих Луков. Попавший в котел 7 тысяч немецких военнослужащих под командованием генерала-графа фон Шевелри запросили разрешение на немедленный прорыв на запад. Адольф Гитлер просьбу отклонил. За несколько недель советские войска сумели раздробить котел. Основные силы немцев были заперты в цитадели в центре города в Кремле и на его восточных окраинах. Тем не менее в середине декабря операция Марс завершилась не достигнув окончательного успеха. Были осуществлены отдельные задачи. В результате немцы поняли что выступы обороны под Ржевом и Демьянском им просто не нужны. И теперь появляется связь со Сталинградом. Советское командование заявило что в связи с давлением на противника в ходе операции Марс группа армий Центр не смогла отправить под Сталинград под креплением. Группа армий Центр сумела избежать поражения под Великими Руками но в секторе группы армий Юг под Сталинградом не удалось предотвратить катастрофу. Потеря всей 6-й армии стала зловещим предзнаменованием для всех немецких войск на Восточном фронте. Каким-то невероятным образом фон Манштейн удалось восстановить равновесие на юге весной 1943 года причем настолько что Гитлер запланировал еще один последний решающий удар. Он вылился в масштабное наступление летом 1943 года операция Цитадель. В 1941 основа атакующих сил находилась в составе группы армий Центр. В 1942 году Инсахива перешла группе армий Юг. В ходе летней кампании 1943 года наступление велось силами обеих групп. Масштабы удара должны были стать впечатляющими. Красная армия будет уничтожена. Несмотря на огромные силы собранные для наступления все хорошо представляли последствия поражения. Немецкие армии в Советском Союзе находились на пределе возможностей. Операция Цитадель была рискованной ставкой. Все ставки делались на одну единственную операцию. Группа Армий Центр составляла северное крыло массированного наступления, которое должно было отсечь выступ советской обороны врезавшейся в немецкие линии с центром в Курске. Советской стороны выступ также рассматривали со всей серьезностью. Там были устроены глубоко эшелонированные мощнейшие обороны. Это заняло время. Общая протяженность траншей насчитывала тысячи километров. Также были минные поля и отдельные позиции. Впервые в истории советско-германского противостояния советское командование сконцентрировало самые значительные стратегические резервы. Они решили покончить с немецкой армией. Эта битва должна была стать уничтожением. У них был опыт с июня 41-го года по ноябрь 42-го года. Теперь советская армия была равным противником немцам. Советские солдаты приобрели опыт и реальную подготовку. Командование надеялось на них. Там были уверены в достижении поставленных целей. Часто операцию «Цитадель» считают поворотным пунктом Второй мировой войны. Если немцам под Курском сопутствовал успех, то дальше все развивалось бы совсем по-другому. немцы не смогли пробиться в Курску с севера. Группа армий центр под командованием генерала модуля вообще не смогла реально продвинуться вперед. Наоборот, она начала отступать. На юге, где действовала группа армий юг, было продвижение вперед. Но сопротивление советских частей оказалось настолько упорным, что потери, понесенные противниками, особенно в танках, были просто чудовищными. Гитлер был вынужден отдать приказ о прекращении операции «Цитадель». Немцы не пробились с Курску, они рвали оборону, повторного движения на Москву также не было. После тяжелейших потерь в июле 43-го года операция «Цитадель» была отменена. Германия потеряла последнюю возможность выиграть войну. Общее мнение таково, что после Курской битвы 1943 года немецкой армии будет немецкой армии угрожать